Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем наш еженедельный вебинар. Сегодня у нас четверг, а значит, мы снова с вами узнаем много интересного о практиках создания кемпингов и развития экологического туризма. Сегодня мы более подробно решили остановиться на изучении международных практик, потому что уже в течение всех вебинаров мы последовательно узнали самые лучшие интересные предложения, то, что сейчас существует на российском рынке, каким образом развивается инфраструктура кемпингов в разного формата в России. И в этот раз мы решили более подробно изучить международный опыт, тем более они являются законодателем всех основных трендов развития кемпингового отдыха. Агентство стратегических инициатив давно занимается аналитикой, изучением материалов в этом направлении. И сегодня мы хотели бы начать наш вебинар с вступления нашего аналитика, руководителя программы Дарьи Роговой, которая расскажет о международном опыте организации кемпингового отдыха. Дарья глубоко погрузилась в эту работу, поэтому она сможет очень интересные факты, информацию передать, рассказать. В целом у нас сегодня будет 4 спикера. Начнет Дарья Рогова, специалист Агентства стратегических инициатив. Со мной вместе модерировать и быть на проводе и помогать, скажем так, в ведении вебинара будет Ольга Майкопова. Это основатель Агентства маркетинговой коммуникации Lifestyle Camping. Также она является спикером и экспертом Ассоциации глэмпингов России. Ольга с нами, поэтому она будет активно кричаться. Да, Ольга, добрый день. Очень рада видеться. Всем здравствуйте. Поэтому в таком формате сегодня живого обсуждения вопросов, ответов. Я думаю, мы очень интересно проведем время, которое нам выделено на вебинар. Я думаю, в этот раз мы, скорее всего, попытаемся уложиться в полтора часа с вопросами, ответами. Все как обычно. Вы задаете вопросы в рубрику «Вопросы и ответы». Можно будет писать по ходу выступления все эти вопросы и ответы. И мы уже после выступления каждого спикера будем задавать вопросы, адресованные ему. Спасибо большое. Думаю, сейчас мы уже начинаем наш вебинар. И приглашаю Дарью Рогову, руководитель программы Агентства стратегических инициатив, которая расскажет про нашу методичку кемпинга и зарубежный опыт. Цель буклета – это кратко познакомить нас с международным опытом. В этой методичке, которая также доступна для скачивания в библиотеке ОСИ, размещена информация, лайфхаки, примеры, документация, каким образом организована система кемпингов в США, в Канаде. Но сегодня мы хотели подробнее остановиться, наверное, на опыте США. Дарья, приветствуем. Передаю слово. Всем добрый день. Мы рады видеть вас на площадке ОСИ. Спасибо большое за то, что подключились. У меня такое вводное слово по зарубежному опыту организации кемпингового отдыха. Когда же появились первые кемпинги? Возможно, первым коммерческим кемпингом стал лагерь Джозефа Каннингема и его супруги Элизабет, которые организовали его на острове Мэн – это владение британской короны – аж в 1894 году. Британская ассоциация велосипедистов свой первый кемпинг запустила в 1906 году, неподалеку от городка Вейбридж, графства Суррой. А в США мы можем отследить первые публикации о кемпинговой жизни к 1869 году. Уильям Мюррей, которого иногда называют основателем отдыха на природе, выпустил целую публикацию «Как организовать кемпинг в горах Адирандак». И это место стало чрезвычайно популярным после публикации. И даже все желающие не смогли разместиться. То есть в самом начале 20 века популярность кемпингового отдыха начала зарождаться. Перейду к слайдам. Хотелось бы вначале рассказать о том, как выглядит кемпинговый отдых в национальных парках США, в так называемых федеральных ОПТ. Прежде всего, федеральный свод правил говорит о том, что кемпинги могут взимать плату только в том случае, если для этого созданы все необходимые условия. Есть точки питьевой воды, пункты сбора отходов, организованная безопасность, безопасно разводится огонь. Только в этом случае кемпинги могут взимать плату. Также... Все кемпинги можно условно поделить на две огромные группы. Фронт-кантри-кемпинг или авто-кемпинг, до которого можно добраться по подъездным путям. И на фронт-кантри-кемпинг приходится большая часть кемпингов. Часто они размещаются вокруг дорожных петель. И можно увидеть указатели с номером кемпинга, с датой заезда. И бэк-кантри-кемпинг. Так называемый кемпинг, до которого нужно идти пешком, который расположен на удаленных природных территориях. И, соответственно, удобство, и то, как организовывается вывоз отходов, и санитарные удобства различаются в зависимости от территории и близости к подъездным путям и инфраструктуре. Обязательно необходимо планировать свой кемпинговый отдых заранее. Именно об этом говорит сайт службы нацпарков США, что подготовьтесь, поймите, сколько дней будет ваш кемпинговый отдых, что нужно с собой взять от лекарств, еды, одежды, оборудование, снаряжение. И на сайте есть несколько разделов, которые облегчают жизнь будущим туристам, что делать во время отдыха, что делать после. И также интересные разделы для разных сегментов путешественников от семей с детьми до тех, кто хочет взять с собой своего питомца. И на картинке мы видим примерно одинаковый набор тех сервисов и удобств, которые будут ждать путешественника по прибытию. Безусловно, в начале ему нужно будет зарегистрироваться и оплатить свою стоянку, свое проживание. Это может быть как и пункт регистрации с сотрудником, так и автоматизированный пункт оплаты. Обязательно все участки поделены на сегменты, есть номера. А те туристы, которые отправляются в путешествие по удаленным территориям, им даже могут прикрепить ярлычок на палатку, либо на их рюкзак. Точки питьевой воды, сброса отходов, электричества, туалеты, которые могут различаться от смывных, сливных, что редко, до туалетов по типу септик, компостирующих туалетов. Не везде есть душевые, но там, где они есть, эта услуга оплачивается отдельно. Также на сайте конкретного нацпарка можно узнать о возможностях по безбарьерной среде. И интересный момент, что существуют амфитеатры, где собираются пользователи для мероприятий, встреч или интересных рассказов рейнджеров, мероприятия для детей днем или вечером для взрослых. Важным пунктом являются специально оборудованные контейнеры для хранения продовольствия там, где это необходимо. И на следующем слайде можно увидеть, как организовано хранение безопасных продуктов. Можно сказать, что для безопасности нужно соблюдать так называемый треугольник в 100 ярдов, и это около 92 метров между точкой, где ночлег, между точкой приготовления пищи и между точкой хранения продуктов, чтобы обезопасить как и себя от диких животных, так и диким животным не доставлять ненужных неудобств. Следующий слайд показывает уже кемпинг в более жарких климатических условиях, но мы можем видеть, что в принципе набор сервисов, предлагаемых оборудованием по прибытию, везде примерно одинаковый, от круга для костра до места для пикника и специально выделенного места под палатку. Безусловно, любой кемпинговый отдых и любой другой отдых на природе предполагает ответственное и осознанное отношение к тому месту, где мы будем отдыхать. И Центр этики отдыха на природе разработал те принципы, которые уже стали всемирно известными. Семь принципов, не оставляя следов. Обязательно минимизировать использование огня, собрать весь свой мусор и правильно его утилизовать, уважительно относиться к остальным участникам отдыха на природе. Безусловно, планировать, готовиться и оставить место отдыха чище, чем ты его нашел. Сама вся индустрия кемпингов, возьмем на примере США, это огромная отрасль экономики и по свежему отчету 2020 года составляет более 6 миллиардов долларов США и будет только расти. Если мы возьмем весь сектор аутдор-индустрии, включающий как и покупку товаров для активного отдыха любых типов, так и поездки и путешествия, он в США составляет 887 миллиардов долларов, только вдумайтесь, это почти уже приближается к одному триллиону. И сам отчет, который был выпущен специально с рекомендациями, как же развивать индустрию кемпингов, говорит, что безусловно нужно делать микс из предложений для различных возрастных групп. Обязательно должны быть альтернативные опции не только места для автофургонов или палатки, но также и глэмпинги, и хижинки, любые другие альтернативные типы размещения. А всего в США 62% домохозяйств идентифицируют себя как кемпера, то есть хотя бы раз в год занимаются кемпинговым отдыхом. И по распределению по типам жилья можно увидеть, что со значительным отрывом лидирует размещение в палатках, далее идут дома на колесах, автофургоны, и третье место это лесные домики или хижинки. Следующий слайд показывает результаты опроса жителей США в 2018 году. Каждая точечка синяя на карте, она равна 1700 человек, которые ответили положительно, что они занимались кемпинговым отдыхом за последний год, опрос был в 2018 году, и также эти точки разместили вблизи именно тех природных территорий, тех кемпингов, где люди останавливались. Среди основных факторов, которые влияют на размещение, можно безусловно назвать плотность населения, климатические условия и близость к местам показа и достопримечательностям. Следующий слайд в продолжение важности аутдор-индустрии как огромной отрасли экономики, создающей большое количество рабочих мест, приносящие налоговое поступление в бюджеты всех уровней, это, например, продажи оборудования для кемпинга и, как мы видим, за 12 лет идет неуклонный рост по всем сегментам, снизу вверх 8 категорий товаров от термоконтейнеров, палаток, спальных мешков, рюкзаков, походных плит, оборудования, мебели до контейнеров для воды, продажи растут, так, например, если мы посмотрим по термоконтейнерам, синий цвет, то в 2007 году продажи составили 283 миллиона долларов США, а через 12 лет практически увеличились более чем вдвое, почти до 600 миллиардов долларов США, миллионов долларов США, прошу прощения. если мы говорим о возможности бронировать кемпинги и говорим про кемпинги в национальных парках, в федеральных парках США, то большая, то мы можем почти 50% из них забронировать онлайн через приложение, через сайт recreation.gov, места для кемпинга в парках штатов, к сожалению, недоступны для бронирования, таких мест почти 230 тысяч, мест в федеральном реестре всего 158 тысяч, и здесь можно увидеть, что отчет дает рекомендации на какие вещи стоит выделять приоритетное внимание, например, частота туалетов названа одним из факторов, который останется у людей в памяти и фактором качества отдыха, а такие вещи, как Wi-Fi, покрытие не являются приоритетом, наоборот, цифровой детокс даже очень полезен на свежем воздухе. следующая табличка показывает по ценам по 12 типам размещения в 7 районах, территориях, где расположены кемпинги, например, самое недорогое размещение в палатках без доступа к электричеству примерно за 20 долларов за ночь, и самые дорогие опции это кемпинг в хижинках с электричеством, там уже стоимость может доходить до 125 долларов за ночь и до 300 долларов. Кто же эти посетители, кто же кемперы? На схеме слева можно видеть, что по всем возрастным категориям от миллениалов до бэби-бумеров и зрелых путешественников все занимались кемпинговым отдыхом хотя бы от 1 до 3 раз или от 4 до 7 раз, то есть 70% ответов. Но также важно заметить, что треть людей разных возрастов являются чрезвычайно активными кемперами и занимаются кемпинговым отдыхом от 8 до 14 или даже от 15 до 30 раз и более. А справа мы можем увидеть по возрастам самые активные миллениалы, далее за ними идет поколение Х, бэби-бумеры и зрелые путешественники. И завершающий слайд, когда людей в разных типах кемпингов от национальных до региональных в парках штатов, от частных до государственных опрашивали, что же является для них основным. И в топ-3 лидирующих факторов оказались атмосфера, местоположение и качество. Качество того отдыха, которое складывается из множества вещей, от инфраструктуры, предлагаемых сервисов, от людей, готовых встретить путешественников. И безусловно качество отдыха очень важно, чтобы держать у людей мотивацию возвращаться и наслаждаться отдыхом еще раз. Спасибо большое за внимание. И мы выложили данную брошюрку по организации зарубежного отдыха в кемпингах на сайт ОСИ. Ее можно скачать по QR-коду или в библиотеке ОСИ набрать. Будем очень признательны за ваши комментарии и в дальнейшем планируем ее обновить, расширить, дополнить согласно комментариям. Спасибо большое. Спасибо большое, Дарья. Было очень интересно послушать о опыте, который ты рассказала, международный опыт. Тут к нам прилетел вопрос, рубрика вопрос и ответы. Анонимный участник спрашивает, почему в качестве модели, которая рассматривалась сегодня на вебинаре, мы взяли все-таки американские кемпинги из США, а не европейские, потому что ребята утверждают, что отличный опыт кемпинга в национальных парках Финляндии, Хорватии, максимально более подходит для России, и возможно нужно было бы взять их опыт. Скажи, пожалуйста, почему именно Америка, Канада? Спасибо большое за вопрос, и мы обязательно глубже погрузимся в предлагаемый опыт европейских стран. Наверное, ответом будет, что мы не выбирали страну по приоритетности, а хотели изучить несколько стран. Сегодня была возможность познакомиться с опытом США. В нашей брошюрке приводятся также некоторые факты по организации кемпингового отдыха в Великобритании и Канаде, и обязательно изучим и дополним наши материалы опытом наших европейских коллег. А также опыт США ввиду, наверное, масштабности своей рекреационной индустрии, outdoor-индустрии, и тех лет, в течение которых развивается кемпинговый отдых и кемпинговый бизнес, и поэтому мы решили остановиться на нем прежде всего. Да, я бы хотела также сделать ремарочку, то, что у нас сегодня будет спикер, который расскажет как раз об опыте, международном опыте создания кемпингов в Германии, то есть европейский опыт сегодня будет все-таки представлен. Хотела небольшое уточнение задать, может быть, Ольга, есть тоже какие-то комментарии, вопросы? Спасибо огромное за лекцию, я бы, знаете, что хотела спросить по поводу размещения и бронирования онлайн кемпингов. Могу сказать то, что в большей части России у нас в принципе даже не размежевана территория под кемпинги, и очень часто, особенно в пик сезона, это большая проблема. Вот мне бы хотелось еще узнать, насколько много глэмпингов в Америке, у кого изначально уже территория определена, то есть ты приезжаешь на площадку, и у тебя условно есть номерки или просто зонирование какое-то, потому что у нас все спонтанно, и очень часто это возникает большая проблема. Если бы у нас хотя бы 10% можно было бы бронировать онлайн, то хотя бы в июле, в самые жаркие выходные, мне кажется, здорово было бы перенять этот опыт и сделать так же. Вот это мне, во-первых, очень понравилось, во-вторых, если вы были или если, например, есть какой-то дополнительный комментарий по этой теме, то озвучите, пожалуйста. Мне кажется, что вот этого не хватает в России 100%. Ольга, спасибо большое, это очень интересное уточнение. Кстати, как раз это, наверное, будет очень таким классным переходом к нашему следующему спикеру, потому что именно он сейчас занимается тем, что подбирает землю, или уже подобрал землю даже, да, уже подобрал и купил землю в Америке для размещения кемпинга. Поэтому, я думаю, сейчас сможет нам ответить Сергей Сапот на этот вопрос, потому что он как раз на практике занимается этим направлением, столкнулся с проблемами, какими-то с возможностями. И как раз, Сергей, я бы хотела, чтобы вы сейчас рассказали нам о своем опыте, как вам это все удается преодолевать, какие есть особенности, фишки, какие-то, может быть, лайфхаки вы посоветуете и вообще расскажете, почему именно вы решили в Америке создавать кемпинг, как вы к этому пришли. Спасибо. Сергей, вам слово. Добрый день. Меня слышно, я не вижу, включил микрофон или нет. Да, все слышно. Да, добрый день. Да, спасибо за предоставленную возможность рассказать немножко о нашем опыте, я имею в виду, моем в США. И отвечая на предыдущий вопрос по поводу организации кемпингов, точнее, кемпингового пространства в национальных парках, я вам скажу, что я не могу говорить за все парки, то, что я изучал, то могу сказать, что парков 423 национальных, ненациональных гораздо больше, и все парки имеют специально отведенные зоны, это то, что было рассказано предыдущим спикером, то есть они имеют полный набор по стандартам, и безусловно, все парки имеют возможность бронирования онлайн, это очень удобно, и культура даже по своим соседям, я вижу, она очень развита, культура кемпингов, и люди планируют свои отдыхи несколько раз в году, те, которые кемперы, и делают это за полгода, то есть, потому что действительно, вот я захочу поехать на эти выходные, я не смогу попасть в тот национальный парк, который запланировал, потому что уже все забито, поэтому делается заранее, за полгода, и планируется на весь год посещение разных национальных парков, это кратко ответить, теперь я постараюсь очень быстро, мне дали 15 минут, о чем моя презентация, ну, прежде всего, я хочу рассказать о том, как устроены глэмпинги в США, из того опыта, что я получил, изучая, сколько стоит создать свой глэмпинг в США, сколько зарабатывают глэмпинги, ну, в общем, все про глэмпинги, из того, что я знаю, кратко о себе, я первый раз здесь, поэтому представлюсь, меня зовут Сергей, фамилия Сопот, 50 лет, я родом из Одессы, Украина, два высших образования, высшую юридическая, экономическая жена, четверо детей, в Америке я с 14-го года, там была ошибка, не Сан-Франциско, а Сан-Диего, я перед этим жил в Кремниевой долине, но сейчас я в Сан-Диего, самый юг Калифорнии, в бизнесе коротной недвижимости я с 2004-го года, естественно, в Украине был совладельцем нескольких курортных объектов, фаза отдыха на курорте Затока, 260 коек, санаторию Дания в городе Фатория на 180 коек и гостиница Лермонтовская в городе Одесса на 42 номера. В США с 2015-го года по 2018-3 года я управлял Каливинг Клаб, 6 локаций на 76 коек, не буду рассказывать, что такое Каливинг, но так как мы делали это, наверное, одни из первых, про меня даже написала российская VC.ru, украинский АИН, и даже Блумберг упоминал на своей статье, и переходим к теме. Я не буду подробно ставиться на видах глэмпингов, я думаю, здесь аудитория подготовлена, и для себя скажу, что вот сафари-палатки, винтажные трейлеры, сегодня немножко подробно остановлюсь на трейлерах, юрты, дома, дома на деревьях, это все известно и в России, так для себя я делю глэмпинги. Где размещаются глэмпинги в США? Ну, прежде всего, это национальные парки, точнее, возле них, потому что на территории самих национальных парков могут быть размещены только кемпинги, и они принадлежат к государству, а вокруг, то есть, населенные пункты позволяют, дают возможность располагаться глэмпингом. Это парки штатов, то есть, парки другого подчинения, то есть, не национального, национальные леса достаточно много, и города назначения. Под городами назначения я имею в виду особые места, которые привлекают туристов, но, например, говоря про Калифорнию, очень популярны винодельни, то есть, производство вина, и частные винодельни, которые имеют большие люди виноградников, как правило, они расположены в красивых местах, это горы, это возле озера, это красивые места, и владельцы этих винодельней делают глэмпинги для своих посетителей, для того, чтобы опыт посещения с целью попробовать вино была возможность остаться на ночь и получить еще и удовольствие от природы, которая окружает эту винодельни. Вот такие виды. Немного статистики, она была сказана предыдущим докладчикам, но в двух словах в США 422 национальных парков и ежегодно национальные парки посещают 300 миллионов американцев, при том, что население Америки 332 миллиона человек, то есть год почти вся Америка, ну понятно, что это за счет того, что несколько раз, один человек несколько раз в году и тратят 24 миллиарда долларов, причем 300 миллионов это не то, что в этом году, наоборот, в 2020 из-за того, что было закрыто 66 парков, было на 97 миллионов меньше. С 89-го года более 300 миллионов ежегодно посещают национальные парки. Национальный парк Джошуа-3, в котором мы планируем разместить свой глэмпинг, находится на 7-м месте по посещаемости, его ежегодно посещают 3 миллиона человек, а американцев и тратят 200 миллионов долларов. Сколько просят за уникальный опыт, вот на примере Джошуа-3? Ну вот, здесь я собрал несколько листингов с R&B, за юрту просят 275 долларов, за R&B 200 долларов, здесь у меня закрыто, там было 517 долларов, палатка типа Bubble надувная 567 долларов, это за сутки. Вот другой R-Stream почти 300 долларов и палатка типа юрты 220 долларов в сутки. А на примере этого проекта Bubble Hotel я хотел рассказать, показать, насколько сегодня популярен глэмпинг. Натан Резник, 28 лет, серийный предприниматель, внештатный корреспондент онлайн-издания Inc, житель Сан-Диего. Решил построить глэмпинг в Joshua 3 в ноябре прошлого года и идея была такая, чтобы разместить вот такие надувные палатки китайского производства стоимостью 2000 долларов в Америке, не знаю, сколько в Китае они стоят, на территории вот такой вот, на территории 20 акров поставить 10 рентал-юнитов, то есть это площадка, дек, на котором расположена сама палатка и приватные удобства типа туалет-душ, хот-ап, столик со стульями и лежаки для загара. но Натан не пошел по пути привлечения инвестиций или банковского кредита, решил продать ночи в своем будущем глэмпинге по цене вот за одну ночь 300 долларов, указывая, что это он делает с 25% скидкой, вот одну ночь, две ночи, три ночи, пять ночей и разместил это предложение на краудфандинговой платформе Инди Гу Гу Гу. Ну, краудфандинговой платформы есть и в России, вы знаете, Бумстартер, наверное, самая популярная, и Кикстартер, это тоже американская, и вот всего в ноябре было первое размещение, и всего за в ноябре он собрал 689 тысяч, продав почти полторы тысячи ночей, и ему понравился этот опыт, и вот в январе этого года он еще раз разместил, и всего за 15 минут Натан продал ночей на 832 тысячи долларов, и того за полтора, за три месяца Натан для своего проекта собрал полтора миллиона долларов, ну и сегодня он в апреле обещал начать строить, я там был недавно, там еще ничего нет, просто я хотел показать, каким спросом то есть американцы сегодня пользуются глэмпинг, то есть американцы с большим удовольствием покупают даже вперед ночью, потому что им говорят, что это со скидкой. Ну я хотел остановиться на глэмпингах типа RV, то есть recreation vehicle, то есть автомобили для отдыха, точнее прицепы для отдыха, и я считаю, что самый распространенный вид глэмпингов в США это RV глэмпинги. Ну прежде всего это условно, что это очень удобно, то есть это фактически готовый дом, и купив RV, ты можешь поставить его буквально в любой точке, где хочешь поставить, организовав небольшое приватное пространство для этого RV, и вот тебе готовый глэмпинг. Сегодня современный RV это уже очень комфортабельный, но вот если в двух словах про RV в Америке, то условно их можно поделить на дома на колесах и транспортируемые трейлеры. И вот такую градацию американцы значит по домам на колесах три типа A, B и C. A это большие автобусы, типа как вот в фильме «Знакомься с файкерами», автобус, оборудованный дом на колесах, они дорогие, полмиллиона есть, больше, дороже есть. А TB это уже более это мини типа Mercedes Sprinter оборудованные дома на колесах и тип C это больше похоже на большие дома на колесах, которые уже как грузовик, то есть уже большие. И транспортируемые трейлеры условно вот так делятся на обычные трейлеры, а пятое колесо, расширенные спереди и сзади увеличивают площадь, складные и которые ставятся на трах, то есть без колес. легендой в Америке RVI считается Airstream. Это очень популярная модель, которая была очень популярна с 50-х годов и до сегодняшнего дня Airstream лидирует в продажах RVI в Америке и если лемпинг состоит из транспортируемых трейлеров Airstream, такие серебряные пули их очень легко отличить, они такие металлические яхты на колесах называют в Америке. Вот такую ценовую политику предлагает Airstream сегодня, современные 2021 трейлеры и для глэмпинга используются трейлеры типа Flying Cloud, то есть они позволяют размещение до 8 человек и стоят достаточно умеемо для Америки 81 тысячу долларов, но это супер современные RVI, то есть начиная от управления кроватью на пульте, заканчивая умными домами, которые уже встроены в эти трейлеры и для американца это недорого, потому что он может заплатить 10-15 тысяч даун, а payment остальное ему предоставят банк, поэтому вот такой хороший трейлер он может взять практически любой американец. Как я сказал, именно RVI вот здесь показываю, это Airstream, они уже с хорошим дорогим отделкой деревянной и электроника уже по последнему слову, то есть это комфортные дома на колесах. Как организовать RV glamping? Достаточно поставить, вот как ребята, девочки поставили просто RV, причем не новый, и все, и вот тебе уже glamping. Но если ты хочешь получить больше доход, то, конечно, пространство нужно организовать. И, например, вот Airstream, вокруг него организованное пространство, где есть маленькие удобства, которые, в общем-то, увеличивают стоимость этого. Кстати, вот этот RV сдается в среднем 250-300 долларов в сутки. Удобства это и лежаки для загара, и вот ковбой пул, достаточно популярный в Америке. Ну, вот я говорю про Joshua 3, а Joshua 3 это пустыня. Поэтому без воды. Это и fireplace, то есть костер, и вот такие кресла дачные, точнее outdoor для природы, и организованный летний душ. Это и барбекю, и вот такие гамаки, если можно сказать, кровать подвесная, то есть Это и хаттаб, достаточно распространенная вещь на глэмпингах, и вот можно использовать надувные хаттабы китайского производства, можно вот такие достаточно популярные в Америке японские сауны, лежишь и подбрасываешь дровишки. Это тоже резко увеличивает стоимость проживания в глэмпинге. Ну и если глэмпинг of grid, то это необходимые оборудования, то есть вода, вот этот пластмассовый танк достаточно легко организуется, и solar kit, то есть набор для солнечных, который свободно можно купить в Америке в среднем, но вот на одну палатку для комфортного проживания примерно 1600 долларов, причем основная стоимость это аккумуляторы, которых 4 штуки нужно купить, чтобы получился набор. Сколько RV глэмпинга зарабатывает сегодня? Я взял 3 для примера, безусловно это лидеры, но вот по лидерам можно увидеть, что один RV, ну один rental юнит может заработать 70, 60, 65 тысяч долларов в год. Это gross revenue, то есть грязный без затрат. И на примере вот этих ребят я хотел рассказать, сколько зарабатывает глэмпинг в Joshua 3. Безусловно, ребята одни из лидеров, не самые, но одни из лидеров это Эндрю, Джастин, девушку зовут Джастин и Джозеф, художники и музыканты, ребята в 2018 году решили организовать глэмпинг на Joshua 3. Для этого они купили земельный участок с домом в центре и вокруг него поставили старые RV, это Airstream и предварительно их восстановили. Собственными руками сделали ретро-стиль. Организовали пространство под каждым и вот на это фото с Google Maps я показываю, что посередине это дом и вокруг стрелками я показываю, что они поставили 5 RV. Клубный дом это небольшой порядка 50 квадратных метров кабина, в которой можно приготовить кофе утром, сделать яичницу, то есть общего пользования домик и вот вечером можно посидеть за общим столом и вот такие Airstream 64-го года 75-го Shasta это не Airstream это Лос-Анджелеский завод и Airstream 59-го года и ребята за год в среднем зарабатывают 290 тысяч долларов в среднем 60 тысяч один приносит доход один Airstream и эти данные я взял с сайта RDNA то есть это данные которые берут с их аккаунта и столько сколько поступило денег на счет именно им поэтому это достоверные данные вот вкратце о том где я собираюсь строить глэмпинг это Joshua 3 вот так пустыня выглядит лайфстайл это хайкинг в основном то есть это горная местность люди приезжают лазить по горам там есть маршруты вот такие деревья кактусы которые называются юка или Joshua 3 то есть дерево Иисуса ну и вот такие глэмпинги три с половиной три миллиона я сказал посетителей двести миллионов и вот здесь на карте показывают где находятся от Лос-Анджелеса от Сан-Диего и от Лос-Анджелеса практически на одинаковом расстоянии находится эта пустыня два слова о том какой маркет сегодня какие показатели сегодня на Joshua 3 ну прежде всего это очень высокий A-plus грейд для инвестиций то есть инвестабилити возможность инвестирует 88% по сравнению с Санта-Моникой Лос-Анджелес 1% то есть низкий порог входа и соответственно выше отдачи сегодня в среднем один день точнее одна ночь стоит 200 долларов сегодня в среднем 86% заполняемость Joshua 3 и в среднем один листинг приносит собственнику почти 4000 долларов в месяц и на схеме rental grow я показываю практически с 2018 года идет только рост доходов на этом поэтому мы приняли решение во-первых это недалеко от Сан-Диего это 2 часа 2 часа 30 минут от Лос-Анджелеса 2 часа езды а это очень большое количество людей ежедневно посещают этот курорт мы купили земельный участок мы на стадии того что купили земельный участок на земельном участке есть кабина трудно назвать это домиком с 6 квадратных метров но основная цель приобретения земельного участка с кабины то что к этой кабине подведено электричество и вода то есть это значительно удешевляет работу подводу электричества и вода сегодня у нас земельный участок по адресу 1331 MixRoad Joshua 3 есть план застройки три варианта рентал юнитов есть соглашение с конструктором который будет строить ну и мы сегодня еще даем в аренду земельный участок для установки рентал юнита на условиях нашего управления там был Сергей Сопот здесь мои телефоны и ссылка на мой YouTube где я рассказываю более подробно про свой проект Сергей спасибо большое было очень познавательно думаю интересно узнать про опыт который вы сами прошли при создании такого формата кемпинга скажите пожалуйста какие у вас планы когда вы запускаетесь какие были сложности при приобретении земельного участка есть ли какие-то там особенные заморочки или наоборот все очень просто и легко расскажите именно вот в этой позиции да Америка очень зарегулированная страна и R&B борется до сих пор он запрещен в Лос-Анджелесе в Сан-Франциско в Нью-Йорке и например я показал 86% заполняемости на Joshua 3 сегодня в Нью-Йорке заполняем 47% прежде всего конечно из-за коронавируса то есть вот эта зарегулированность это очень зарегулированная страна это страна законов правил и поэтому есть места специальные места такие как национальные парки возле них где приветствуется бизнес R&B то есть короткий ренд в принципе вообще запрещен короткий ренд в Америке и такие места он поощряется то есть очень просто приобрести земельный участок земля в Америке не является ликвидным товаром поэтому банки его не финансируют покупать нужно только за дома финансируют охотно и сегодня даже снижена ставка и так далее с какими трудностями столкнулись ну первое неопытность то есть мы начали год назад и приобрели земельный участок голый земельный участок и порядка года потратили на разрешительную документацию но это было связано прежде всего с тем что офис был закрыт и был коронавирус и отвечали три месяца на одно письмо в то время как 15 дней по закону ответ на одно письмо и это первая трудность и второе мы поняли что когда нам дали разрешение на воду и электричество что это очень дорого ну например только вода нам обошлась только подключение 60 тысяч долларов ввести ее проектная расчетная стоимость ближайшему краю 87 тысяч долларов то есть порядка 130 тысяч долларов только подвести воду поэтому получив такой опыт мы приобрели с кабиной то есть кабина 56 года она сгоревшая поэтому мы купили весь участок 5 акров это 2 гектара за 110 тысяч долларов из них порядка 70% стоимость кабины вот из-за этих разрешений то есть электричество вода и даже есть очень интересно мы желаем вам успехов в реализации проекта я надеюсь что будем оставаться на связи и будем постепенно узнавать как у вас продвигаются дела и какие новые планы может быть и будем надеяться сможем скоро я с удовольствием еще раз приду если позовете спасибо спасибо большое так вопросов больше от участников нет поэтому я думаю пора перейти к европейскому опыту сегодня мы попросили руководителя национального туристического офиса Германии в России Аллу Беликову рассказать о опыте Германии по созданию кемпингов по развитию этой бизнес модели каким образом реализуется отдых как туристы какой опыт пользовательский у туристов для того чтобы прийти отдыхать в кемпингах Алла приветствую вас предоставляю вам слово Аюна здравствуйте большое спасибо здравствуйте дорогие спикеры очень было интересно послушать ваши доклады ваши поделитвы спасибо что поделились вашим опытом здравствуйте уважаемые слушатели все те представители бизнеса которые сегодня нас слушают guten tag я хочу сказать о том что мы в первую очередь как национальный туристический офис Германии в России занимаемся коммуникацией Германии как туристического направления маркетингом Германии и всячески пробуждаем интерес россиян путешествовать в Германию развиваем все виды отдыха и экскурсионно-познавательный и промышленный и событийный и велоавто и детский отдых в общем продвигаем все виды отдыха но тоже понимаем что путешествия и туризм это улица с двухсторонним движением поэтому с удовольствием делимся опытом и продвигаем тоже Россию в Германии в том числе немцы очень интересуются особенно мы понимаем что постковидный мир путешествий будет меняться и отдых на природе устойчивые аспекты туризма будут приобретать все больше и больше значимости и популярности поделюсь с вами своей презентацией почему-то у меня ограничена демонстрация экрана организатор отключил демонстрацию экрана коллеги можете включить демонстрацию экрана да есть спасибо видно и слышно да вас видно вас слышно презентацию пока не видно презентацию видно презентацию пока не видно еще разделюсь экраном сейчас видно сейчас да сейчас видно что пошла демонстрация единственное нужно да установить пока слайду потому что да она именно как у вас на экране сейчас так вот все отлично прекрасно но как все понимают как германию как страну автобанов страну пивоварен страну промышленности может быть фахверковых домов и замков но две трети территории германии это природно охраняемые территории различных различной степени защиты это 104 природных парка 16 национальных парков и 16 биосферных заповедников находящихся под защитой ЮНЕСКО в Германии 200 тысяч километров обозначенных пешеходных дорог очень популярны это тоже такой вид отдыха как пешие экскурсии пешие тропы больше всего для внутреннего туриста больше всего для путешественников которые путешествуют по своей стране проложено большое количество различных маршрутов тематических исторических кулинарных которыми пользуются немцы а во время пандемии только немцы 70 тысяч километров веломаршрутов и очень широко развита придорожная инфраструктура для сайклинга велоотели которые оснащены всем необходимым инвентарем мастерскими ремонтными быстрым быстрой постиркой одежды перекуса вдоль велотрасс и дорог большое количество заповедников байк и бет отелей которые сертифицированы классифицированы легко проискиваемы и легко забронировать их можно скажу коротко о статистике немцы тоже очень любят отдых на природе и тоже очень любят кемпинг и воспринимают себя 60% немцев традиционалистами традиционными кемперами если говорить о 2019 году то статистика такова мы измеряем все в ночевках в кемпингах разного тоже разного вида и палатки и дома на колесах было произведено 31 миллион ночевок немцами 31 миллион всего из них 35 миллионов ночевок всего из них 31 миллион это только внутренний туризм только немцы в своей стране и 4,5 миллиона это въездной туризм который путешествует в Германию тоже с целью отдыха на природе в специально отведенных местах кемпер-местах в палатках или в автодомах и из этих 4,5 миллионов въездного туриста 2,3 миллиона нидерландцев то есть голландцы очень любят путешествовать в Германию именно таким способом 12 тысяч ночевок это Азия 16 тысяч ночевок Америка Канада 10 тысяч ночевок Австралия и Новая Зеландия то есть основной огромный поток и перемещение туристов которые размещаются в кемпингах и определяют себя кемперами это конечно же немцы и те 9 приграничных стран которые окружают Германию это же ночевки в год это ночевки в год я приготовила большое количество ссылок в своей презентации ссылка на статистику она на нашем сайте лежит постоянно обновляется на нее всегда можно посмотреть мне кажется что это неудивительно и скорее всего во всех странах такой вид отдыха на 70 на 80 процентов это внутренний турист в Германии вот такая статистика 31 миллион ночевок всего из них 4 миллиона это въездной турист и 2 и 3 миллиона Нидерландов большое внимание уделяется всегда уделялась столетняя история и традиция устойчивого туризма но сейчас все больше и больше сертифицируются объекты размещения в том числе и экокемпинги появились как объекты устойчивого туризма под устойчивостью подразумевается и рациональное использование энергии под устойчивость имеется ввиду и безбарьерное пространство устойчивость это и бережное отношение к природе и большое количество кемпингов становится сейчас экокемпингами с использованием возобновляемых источников энергии как правило кемпинг места в Германии принадлежат частному оператору но в последнее время я даже сегодня позвонила в клуб АДАЦ это самый большой в Германии клуб автомобилистов в котором 21 миллион членов участников автомобилистов и этот клуб предоставляет большое количество информации сайт который классифицирует кемпинги сайт который предлагает маршруты маршруты проложены тематически в том числе и для для автодомов для такого вида путешествия как путешествие в доме на колесах это маршруты сказочные маршруты романтические маршруты винные маршруты исторические по которым очень развитая инфраструктура и очень развит такой вид отдыха по которому путешествуют немцы и я спросила в этом клубе АДАЦ что я автомобилист и хочу поехать со своим домом на колесах в Россию что вы мне можете порекомендовать есть ли у вас планы есть ли у вас карты есть ли у вас возможности где можно разместиться и мне в клубе АДАЦ сказали что вы что в Россию лучше не ехать там очень плохие дороги и мы вашу машину страховать не будем и вообще мы вам очень не советуем рисковать в клубе АДАЦ недавно появился сайт который классифицирует кемпинг стоянки кемпинг места от простых до самых премиальных и четко описывает все критерии говорит какие как они сертифицированы как они классифицированы дает полную картинку вплоть до возможности бронирования с этого сайта и предоставляет в ПДАЦ большое количество карт навигационных систем для помощи в организации такого вида отдыха здесь я предоставила ссылки различные вот ссылка на клуб АДАЦ который предоставляет возможности выбора разного рода кемпинга ссылка на эко кемпинг где можно выбрать все возможности кемпинга по сертификат и устойчивости и сайт офиса туризма Германии где вы найдете проложенные маршруты по различным темам для того чтобы можно было путешествовать как автомобильному туристу так и туристу с палаткой и с дом на колесах ассоциация кемперов предсказала мне сегодня о том что в 2019 году спрос на дома на колесах вырос на 40% в Германии огромная очередь у производителей на приобретение дома на колесах и большой спрос у операторов которые предоставляют дома на колесах в аренду и появилась еще новая инфраструктура это развитие городских парковок для домов на колесах когда город за счет муниципального бюджета коммунального бюджета предоставляет возможность туристам размещаться в центре города на специально отведенной парковке где можно дозаправить воду или слить воду где можно утилизировать отходы где можно подключиться к электроэнергии где можно воспользоваться всей культурным предложением всей инфраструктуры города для короткого пребывания еще из интересного это то что очень популярно размещение в кемпингах вдоль немецких рек это так и называется тоже отдельный маршрут кемпинг это рейн это размещение вдоль реки майн эльба тоже специально отведенные места которые отличаются каким-то уникальным торговым предложением уникальным культурным предложением то есть эти кемпинг места обрастают и в зависимости от энтузиазма и от возможностей оператора различным предложением культурным приезжают музыкальные группы выступают приезжают спортивные тренеры проводят различного рода состязания приезжают цирк шапито в те места где расположены кемпинги то есть это отличная целевая аудитория отличный потребитель тоже дополнительных услуг вот наверное и все спасибо большое за приглашение призываю всех пользоваться теми ссылками которые я прислала вы там найдете большое количество информации статистик и живых конкретных примеров спасибо большое очень интересно было узнать про опыт германии и столько полезных ссылок там я так понимаю есть все на английском языке да все отлично тогда я думаю мы все будем переходить и знакомиться а вообще в целом какой порядок ты просто идешь на этот сайт там выбираешь какой тебе нужен кемпинг заполняешь заявку и оплачиваешь прямо на сайте а потом едешь да распечатаешь какие-то билеты да да все онлайн очень много площадок которые предоставляют полную информацию об этом то есть можно и виртуальные туры сделать поэтому по этой территории кемпинга предоставляют точно так же большое количество дополнительного инвентаря тоже очень развита конечно аутдор любая продукция и это очень удобно легко и просто особенно то что касается описаний и сертифицирований наверное это похоже на другие европейские страны где есть сертификатор турцер тюф которому все доверяют если эти кемпинг места сертифицированы таким оператором таким агентством то у этого большая большая степень доверия да понятно я тут вижу можем ли мы дать слово тут руку поднимает Андрей Артюков руководитель клуба караванеры тоже возник вопрос Андрей можем ли мы как-то вас услышать попробуйте мы с Андреем знакомы Андрей очень опытный большой эксперт в развитии караванной инфраструктуры и такого вида отдыха в России привет Андрей Андрей если можете может быть вы в чате направиться тогда или в рубрику вопросы-ответы потому что я сейчас подключить вам дать звук предоставить сейчас не могу к сожалению потому что у нас есть некоторые ограничения технические по крайней мере для меня я это сделаю сейчас не могу поэтому напишите пожалуйста а сейчас а сейчас хотела бы также Ольгу Майкопову позвать для того чтобы может возникли вопросы по описанию по презентациям предыдущих двух спикеров может какие-то комментарии дополнения Ольга пожалуйста да здравствуйте еще раз всем я хочу сказать то что мне очень понравилось все-таки я жила в Америке год прекрасно знаю как там все устроено и для меня важно озвучить подход американский почему вот сегодня выбрали именно их в Америке в принципе все проекты делают изначально качественными изначально заботятся о том чтобы гостям было удобно к сожалению у нас пока например на опыте Крыма или Алтая могу сказать то что делают лишь бы сделать где-то зачастую от нехватки финансов но здесь вот иногда работая с глэмпингами я сейчас понимаю то что они выстрелили из-за того что даже не всегда финансовая сторона занимает первое место важно именно как ты сделаешь свой проект как ты его представишь что имею ввиду поставить вазочку с цветами ну там условно бутылку от вина и веточку елочки вот может каждый и хочется сильно от наших проектов чтобы и в кемпингах и в глэмпингах была такая же забота жила в этом году в аирстриме тоже очень сильно мне понравилось я была в эмиратах зимовала и объездила там все глэмпинги которые были могу сказать то что аирстрим например в эмиратах стоит проживание 28 тысяч рублей на наши деньги и это дорого в некоторых регионах это зарплата одного человека в месяц даже иногда не дотягивает но люди стараются вот этим ценообразованием вместить абсолютно большое количество всех впечатлений всех необходимых ресурсов того что ты за эти деньги получаешь то есть ты когда платишь 28 тысяч ты получаешь абсолютно полную отдачу от этих денег и здесь вот тоже нужно понимать то что у нас очень много палатка мест стоит 200 рублей во многих регионах например 250 рублей палатка места ближе к Москве там 1000 рублей палатка места и здесь мне хочется тоже чтобы люди заранее думали что за более высокую цену они могут предложить то есть без денег сделать невозможно это проблема в принципе многих регионах понятно что в Москве у нас можно переложить дороги там и так далее это все здорово садят клумбы в регионах денег меньше это видно и вот хочется чтобы задумывались и смотрели другие практики другой опыт и понимали могут ли например кто-то поднять цену объективно и что они за эту цену не просто ее поднять а что еще сделать дополнительно чтобы это окупалось получается тогда и бизнес будет зарабатывать больше но и кемпер с удовольствием отдаст эти деньги вот что я считаю важно в принципе из другого опыта потому что у них намного дороже стоит проживание и намного более ответственно люди к этому относятся то что заранее планируют отдых то что заботятся вот я считаю что это важно сильно для России сделать все проекты чтобы они были достойными того чтобы в них можно было отдыхать а не просто поехать с палаткой на там дикий берег и как-то там вести себя мусорить вокруг спасибо большое Ольга за очень ценные замечания и комментарии я надеюсь на то что у нас в России уже вот вступила та пора когда развивается и кемпинг и культура отдыха на природе и постепенно мы к этому тоже придем что увидим высокий уровень сервиса прекрасную природу и все это будет доступно и будет инфраструктура и соответствующее продвижение тоже спасибо большое Алла за ваш опыт за то что вам передали такую ценную информацию ссылки мы обязательно их изучим и если что возможно может быть какие-то еще также и попросим вас пригласить к нам практиков которые создают эти кемпинги в Германии было бы тоже я думаю интересно ну а сейчас мы переходим к нашему четвертому спикеру это Виталий Извенко мы уже больше года вместе работаем по крайней мере сотрудничаем потому что когда только началась пандемия мы помню задумали и провели один из первых наших вебинаров был именно в формате битвы для лимпингистов и Виталий у нас принимал участие вместе с Диким Домом вместе с несколькими там еще атом был модуль и Виталий у нас тогда стал победителем народного голосования и получил приз зрительских симпатий в этом битве глэмпингов вот очень интересно у Виталия я уверена мы получим сейчас огромный объем очень полезной практико-ориентированной информации Виталий создает глэмпинги в Грузии есть своя технология создания глэмпингов ну и сейчас подробно конечно же узнаем все от самого Виталия вам скоро да друзья спасибо классно послушать было всех спикеров до очень полезная некоторая информация даже для нас да спасибо за такое представление так а можно не открывается экран организатор отключил демонстрацию экрана мне включить пожалуйста да сейчас секунду да я постараюсь очень быстро презентацию разделю на два блока это все равно я расскажу немного про наш опыт то как мы начинали кто мы представлюсь а вторую часть я посвящу опыту нашему причем не только Грузии а в том числе подсмотренный в других странах мы очень много путешествуем по разным странам и где-то там подглядываем все эти истории с кемпингами с глэмпингами ну или там с АК-отелями различными вот поэтому начну с представления многие уже знают кто на вебинарах присутствовал я всегда представляюсь практически одинаково но кто-то кто не знает мы айтишники изначально и полностью занимались раньше разработками в айти и сейчас занимается компания но я в операционную уже не лезу это различные мобильные приложения сервисы потом мы начали писать виртуальную реальность дополненную реальность различные такие инструменты но мы были опять же непростыми айтишниками первые на Дальнем Востоке кто сделал частные акселераторы начали работать со студентами прорабатывать их там идеи и проекты с точки зрения маркетинга финмоделей привлекать инвестиции мы там первый проект свой стартап продали и начали помаленько по чуть-чуть вкладываться различные проекты тогда у нас опыта не было мы очень неудачно вкладывали некоторые проекты потому что мы первый раз шли в 2018 году мы сделали нас позвали помочь запустить большой технопарк русский это остров русский Владивосток там большой университет это такой один из крупнейших дальневосточных и почти весь год я там занимался тем что запускал стартапы мы их обучали лекции для них вели и собственно там инвесторов привлекали при мне там порядка миллиона долларов или более проекты попривлекали но параллельная моя жизнь это всегда по путешествиям начиная наверное с года 2008 2006 я вхожу по походу причем два года я ходил с друзьями просто напросился и первый поход был на неделю в тайгу мне друг за два часа просто позвонил говорит у нас сплав на реку на катамаранах одно место освободилось го с нами поезд через два часа я понятия не имел тогда как даже в походы собираться одеваться он говорит ну как ты на шашлыки ездишь в общем я был в белой футболочке в белых джинсах каких-то там сумка адидас и так на неделю в тайгу ушел но влюбился в эту историю с путешествиями где-то там с 2008 года мы начали сами путешествовать сами организовывать путешествия не примерчески это была именно история про любовь там ребят мы идем в тайгу на неделю кто с нами там в инстаграме например я публикую и сыгралась группа там по 30 человек я как руководитель похода супруга помогает мне с питанием организацией каких-то вещей и вот мы в разные походы потом начали международные походы делать различные истории про Непал Индонезию и так далее на Вулкан мы начали подниматься и тоже не одни всегда звали с собой друзей в какой-то момент у меня приятель говорит слушай давай ну классно мы сами тут ходим и для себя же давай закажем шатер один вот такой поставим будем иногда выезжать так классно на природе сидеть мы купили один шатер вот который слева он был у нас сначала первый классные фоточки получились и в общем в Инстаграме начали писать ребят сколько стоит эта история мы тогда не знали что это глэмпинги называются или еще как-то вот а опыт уже был маркетинговый да мы нырнули в эту историю проанализировали увидели этот рынок вот ну и короче начали двигаться в эту историю но уже как коммерческий там выпустили первые модели у нас только и тогда глэмпинг но шатеры нас тогда не устроили как раз собственно опыт показался что шатрами это больше такая какая-то временная история нам хотелось чего-то такого эко эко-отелей более таких качественных мы начали искать вот там я быстро пролистаю тут разные решения за 25 тысяч за 40 тысяч за 80 тысяч долларов ребята в Европе мы в конце поняли что там история опять же финансовая модель когда считали не слопается мы там разработали некие свои решения на грани между знаете там шатер купол все думаю знают с глэмпингами особо но внутрянка это как мы ее внутри компании называем система жизнеобеспечения то есть вот этот туалет там электрика коммуникация стараемся все на нее вешать сейчас там пытаемся проработать чтобы это вот такой мобильный туалет вот в любой купол можно было поставить ну неважно то есть ты ставишь туалет в нем все вся коммуникация а сверху купол а фрейм там какой-то другой бокс ну неважно то есть любым образом его закрываешь получаешь там какое-то пространство вот мы пол ну это такие вот фоточки я быстро пролистываю потому что очень много всякого контента мы дальневосточные компании остаемся ну российская дальневосточная компания остаемся пока дальневосточной компанией потому что родом я оттуда но так получилось что первый глэмпинг у нас в Грузии у нас один из партнеров грузин и в какой-то момент когда мы долго-долго буксовали с бюрократической историей в России к сожалению ну думаю кто сталкивался с кем грузином все рано или поздно сталкиваются с этой машиной вот и было принято решение попробовать для нас была страшная эта история список там нескольких стран был выбрать Грузию как некую между ну то есть там у нас есть знакомый русский язык многие да говорят по-русски ну какой-то менталитет такой схожий мы выбрали Грузию запустили там в Грузию попали в самую пандемию собственно как раз открытие у нас ровно было назначено тогда когда все закрыли там февраль или март мы приехали на открытие в Грузию вся эта история закрылась и мы остались там просто жить но несмотря на пандемию мы открылись про нас собственно недавно писал журнал отель даже вот и показатели Грузии мы очень переживали когда вот это вот планировали открытие у нас были мысли там а ну его давайте пока заморозим проект что-то пока другое будем делать или давайте рискнем открыться мы открылись в июле прошли одни из первых практически прошли в Грузии проверку ну там такая была проверка после пандемии когда приезжала специальная комиссия и проверяла вот все ли там вообще классно сделано санитайзер все-все-все вот это вот вот и мы одни из первых прошли причем проверяющие сказали вы наверное один из первых классных чистых отелей которые мы видим в Грузии вот было очень приятно ну мы были новенькие поэтому конечно чисто но сейчас у нас до сих пор отзывы что мы там чистейший отель в Грузии вот показатели я тут некоторые выявил сейчас на текущий момент у нас 60% загрузка в этом месте даже 70% уже ну там средняя цена 5000 ну еще раз это пандемия да с учетом практически закрытых границ и тут вот видно даже что ноябрь-декабрь там был локдаун в Грузии когда опять все блокировали машины там и все и видно такой просадок как я и говорил мы застряли в Грузии так получилось что мы прожили в своем глэмпинг у нас было а там прям закрывали города вплоть до того что нельзя было на машинах ездить мы приняли решение что мы типа уезжаем в Глэмпинг и будем там жить мы 3 месяца там с дочкой с женой и наши инженеры еще там жили сами себе там готовили рыбу ловили в озере у нас там и так далее и собственно это дало еще некий опыт по устройству Глэмпинга понимание чего хватает чего не хватает что-то доделать что улучшить с точки зрения проживания в куполах причем мы сейчас занимаемся не только купольными конструкциями сейчас например мы проектируем такие банхаусы и с афреймами работаем мы как управляющая компания которая продумывает потому что купола не везде вписываются тоже например в лесу больше нам нравится как афреймы выглядят поэтому это уже там от концепции теперь наверное плавно я перейду про наш опыт который мы получили с учетом работы иностранного плюс опыт даже путешествия где мы в таких странах были что подсмотрели немного расскажу сначала про особенность страны я здесь не хочу похвастаться страной я все-таки хочу особенно здесь мы с оси сейчас выступаем чтобы какой-то опыт может быть подглядывался в странах вот самое первое наверное с чем мы столкнулись мы строим сейчас в том числе и в России поэтому есть с чем сравнивать это собственно вот эти все процедуры регистрации в России у нас порядка 50 разных нормативных документов которые так или иначе нас регулируют начиная от земельного кодекса заканчивая различными проверками у нас прям список такой огромный в Грузии например это всего лишь 5 причем в России мы знаем что еще некоторые противоречат друг другу и ты пытаешься какой-то баланс сделать также вот в Грузии например что очень удобно в Грузии другая налога там нет украшенки кстати там НДС и когда мы зашли в Грузию мы попали во всех весь этот головняк с НДС его возвратом и всем ну там сделано это настолько просто что есть личный кабинет ты когда покупаешь любой товар ну при том не знаю дерево мы покупаем или там еще какую-то вещь мы говорим свой ID это как мы сообщаем ID и это автоматически появляется в кабинете там написано купили там столько там того купили кондиционер прям вот ты можешь зайти или бухгалтер может зайти в специальный кабинет и там все видит и весь НДС автоматически попадает плюсом в налоги ну то есть и этот плюс потом как бы списывается то есть мы там какое-то время не платим налоги потому что у нас плюсовой вот этот НДС пока мы строились это как бы такой приятный был момент в Грузии ну в России он тоже есть ну в России это вот очень сложно с этими фактурами с этой историей второй момент который опять же отличается ну вот в Грузии мы попали это кемпинг и вообще не капиталка на сельхозке она там разрешена собственно по умолчанию то есть ты можешь всякие домики строить там и пользоваться то есть у нас в России если сельхозка то это прям ну нереальный головняк да там что-то делать в Грузии это вот но сельхозка но ты на ней спокойно можешь там поставить кемпинг ну не капитальных сооружения и там оказывать там туристические услуги причем Грузия же там сверхтуристический астронавт там все все туризм вот это тоже было бы хорошо на самом деле как-то в России транслировать я знаю что ну делали ведутся работы в этом направлении это хорошо плюс момент вот сейчас рост туризма выдает грамм вроде как бы история хорошая но мы знаем да как многие сейчас застряли с этим грантом мы тоже получили грант в России и не можно до сих пор его получить в Израиле есть обратная история с этими грантами там когда ты строишь отель ты все ну все капитальные расходы не капитальные строительства какие-то расходы на стройку ты фиксируешь и вот все что ты доказываешь потом тебе возвращают 70% вот строительство тоже очень интересно с точки зрения инвестиций то есть инвестор понимает что через полгода там строительство в кемпинге глэмпинге или отеля ему по сути вернется там около 70% той суммы которая там он проинвестировал в капитальные затраты вот это такие вещи ну про страны да которые мы там выходили теперь наверное больше там про туризм про какие-то фишки которые мы подсматривали я был очень удивлен мы как-то в Грузии брали вот такую вот машину на прокат катались собственно по всей стране мы партером правда обменялись с ребятами пандемия у них не было заказов у нас не было заказов они пожили у нас мы взяли их машину но у них это одна машина такая все остальные у них уазики прям новые с завода куплены уазики переоборудованы в кемперы да вот слева фотографии такие там все вода газ и так далее вот я говорю почему уазики мы с ними разговаривали ребята с Амстердама делают бизнес в Грузии я говорю почему уазики европейцы любят нестандартное авто они ну типа стандартные всякие вот эти там машинки которые они и так берут они не очень популярны и вот именно европейцы когда едут там в Грузию или в какую-то страну они хотят необычного чего-то и они это самые популярные вот уазики у них вообще чтобы вы понимали они стоят 100 евро и сезон и когда нет пандемии их нет свободных у них там 5 или 6 этих уазиков нету свободных уазиков то есть просто их разбирают вот как-то а мы в России тоже есть кемперы да вот мы сами пару раз тут катались и пытались взять но как-то это все построено опять же вот Сергей тоже рассказывал у нас в России это построено просто как автопрокат но вот этот тренд идет сейчас на то что вот мы даже подумаем справа фотографию я специально прикрепил мы продумываем сейчас в блэмпинге историю чтобы рядом ставить такие небольшие там оборудованные машинки да кемперы на своем месте со своими там какими-то приборами но ты можешь эту машинку там отогнать поехать покататься и вернуться на свое место вот это что касается вот кемпингов дальше опыт с Индонезией мы дружим с ребятами которые в Индонезии работают уже тоже речь зашла об этих бабл отелях у ребят вот такой вот бабл отель до пандемии пандемия конечно все меняет но до пандемии это был жутко популярный отель стоит он 300 долларов в ночь у них таких 3 отеля в Индонезии там автоматизированный замок у них там заходишь через карточки все все классно но как есть такое понятие вот инстапоинт да инстаграм ну для инстаграма то есть вот эта вот история она очень хорошо продавалась для инсты туда приезжали на один день там очень мало была как-то длина проживания да вот этого глубина но представьте 300 долларов практически места у них там вне сезон не было опять возвращаемся к Грузии мы когда проезжали всю Грузию очень таким вот в России сейчас тоже поднялся вопрос этими гестхаусами очень много средств размещения когда какой-то домик да там хозяин хозяин вокруг домика делает некую кемпинговую зону такой гестхаус с кемпингом получался особенно в горную местность если уезжаешь очень часто при этом очень классно то есть сам хозяин с тобой общается тебе готовят там домашний практически там завтрак ужин да там и так далее это все недорого стоит ну как бы это очень такое приятное совмещение сейчас пытаются эти там ну понятно простые палатки они теперь начинают менять на какие-то там видовые такие небольшие будочки глэмпинги да ну то есть они начинают тоже расти и у них получается такой гестхаус совмещенный ну с кемпингами глэмпингами и причем мы были удивлены когда нам и с Испанией и с Италией посыпали запросы как раз вот купить 2-3 домика у нас и поставить у себя во дворе то есть у них вот эта вот культура мы живем вот наш дом и мы хотим гостей привлекать вот здесь рядом она очень тоже работает в России истории с гестхаусами вообще нет только-только там где-то на законодательном уровне все поднимается но тут есть и плюс и минус например минус который сразу да вот нам как отельером гестхаусы всегда дешевая история и они очень диппингуют в цене ну то есть почему в Грузии в среднем отеле дешевле потому что там миллиард этих гестхаусов которые там любой человек может выбрать приехать заселиться и соответственно для других отелей это сразу венпинг такой жесткий два слова просто опять же про опыт мы были нескольких раз в Непале и что больше всего поразило и что мы сейчас пытаемся вот нам не хватает там например даже в той же Грузии мы пытаемся транслировать сейчас с Непала себе в Грузию это карты когда ты приезжаешь в Непал первое что ты сталкиваешься это миллиард карт маршрутов все они промечены прописаны куда ты можешь поехать ты прям вот вот такие огромные просто брошюры хочешь бумажные хочешь электронные и так далее в Грузию когда мы приехали первый раз мы столкнулись с тем что это все по форумам это где-то надо читать нет единых ну какие-то точечные инструменты есть к сожалению в России такая же история то есть в России если ты куда-то хочешь выбраться ты должен читать форумы нет каких-то единых брошюр маршрутов там и так далее поэтому вот эта вот история с картами хотя бы вокруг своих там глэмпингов вот такая ну очень позитивная история потому что нас очень часто спрашивают мы сейчас сделали электронную карту у нас часто гости спрашивают типа а вот мы к вам едем а что вокруг и вообще что в Грузии смотреть и когда мы там даем им советы ну пока там где-то я лично где-то ребята у нас помогают когда мы даем советы ребята вот смотрите сюда едьте вот здесь секретная точка здесь крутой вид там и они просто нас благодарят потому что сложно найти эти вещи когда ты гуглишь ты попадаешь на стандартных таксистов да которые возят какую-то такую историю популярную дорогую а все эти секретные места да они обычно недоступны вот теперь чуть-чуть уже ближе к нашему опыту возможно он не будет прям уникальный чисто грузинский но все равно он такой опыт который мы получили вот мы называем это почти бесплатным маркетингом блогер да то есть первое время мы сейчас там почти 12 тысяч подписчиков у нас в инстаграм и мы практически не вкладывались в рекламу ну вначале мы там попытались в рекламу в лице поняли что это дороже чем привлекать блогеров мы стали делать такие блогерские туры заезды где-то пробовали собирать там сразу там 70 блогеров да там где-то вот точечно их завозить получилось что выгоднее конечно точечно когда один один блогер заезжает а не толпой они заезжают вот и блогеры очень хорошо собственно пиарят глэмпинг кемпинг вот но тут надо четко с блогерами договариваться об условиях ну то есть мы говорим например да ребят вы же приезжаете там бесплатно пожить у нас но с вас там 10 stories там текст там обязательно текст там пишите там в фейсбуке пишите в инстаграме там что-то вот от себя просто описывайте место там классно посидели классное место и так далее вот блогеры дают очень хороший приток собственно таким же образом развивались ребята из антихом насколько я знаю и лес это вот различные известные личности блогера и порой это дает больше эффект чем например вливаться в рекламу мы параллельно тоже запускаем рекламу реклама дороже выходит чем привозить блогеров единственный момент что блогеры рано или поздно кончаются ну то есть ты как бы с них всю аудиторию собираешь в какой-то момент понимаешь третий раз блогер уже нет смысла заезжать потому что ты всех там собрал но если только например ты запустил новый сервис и хочешь чтобы блогер это показал своей аудитории то можно какую историю делать и она очень хорошо у нас в Грузии работала у нас собственно первый заезд был блогером после первого заезда две недели парк был практически битком потому что блогер заехал и сразу его последователи к нам поехали второй момент с которым мы сейчас столкнулись у нас ну то есть администратор да вот мы часто говорим там в кемпингах в лейпингах в любом случае есть персонал и персонал вот мы прям вот прям вот сейчас идет процесс трансформации это помощник а не администратор мы пытаемся переломить это вот в мыслях у самих администраторов мы пытаемся сейчас стандарты писать то есть смысл администратора это не отвечает на вопрос, типа, нет, у нас этого нет. Ну, типа, а можно заказать еду? Я там сейчас к слайду вернусь, про как мы там организуем кухню у себя. У нас администратор, это не про, нет, сорян, там у нас кухня не работает, а администратор, это про сейчас решу. Например, если даже не работают у нас рестораны, в пандемии у нас ресторан рядом закрывался, то администратор наш находила там десятки соседних ресторанов, с которыми работают. Ну, то есть это человек про помощь. А можно гида заказать? Да, окей, окей, Google, друзья, там и так далее. Позвонили, отзвонились и решили проблему гостя. То есть это вот про помощника, а не про администратора, то есть не про инфостойку, да, знаете, на которой. Подошли, спросили, вам администратор, там нет, у нас такого нет. Ну, то есть мы как бы пытаемся сознание изменить и сделать, чтобы помощники были. И вот я тут же добавил этот же слайд. Собственно, в Непале, вот в Грузии этого опять нету, это минус такой, в России тоже этого нету. Это такие портеры, да, их называют помощники, когда вот особенно трекинг какой-то начинается. Эта штука, например, в Непале жутко популярная. В Грузии грузины очень гордые, например, они ни в коем случае там не будут носить вещи и помогать. Обычно это там какие-то соседние страны приезжают, да, там помогают. Вот этого не хватает. Ну, то есть очень много туристы спрашивают, например, про трекинг, но трекинг они не хотят идти с рюкзаками, они хотят, чтобы были помощники какие-то. И вот эта история, про которую тоже мы сейчас ее продумываем. Мы были в Непале, мы были в Индонезии, это очень удобно. Ну, то есть когда ты приезжаешь, там группа, вот нас там 20 человек приехала, мы взяли там десятки портеров, отдали им вещи, они готовят ужин, да, что там организуют нам, вот, а мы наслаждаемся походом к природе. Про питание, вот опять же, самая головная боль у нас была, я думаю, многие кемпинги, глэнпинги там сталкивались. То есть понятно, что есть кемпинги, глэнпинги с организацией питания, сами гости когда готовят. Мы тоже у нас в глэнпинге, там есть кухонька, на которую можно прийти и готовить. Но, как показала практика, все же гости хотят, особенно когда иностранцы приезжают, они хотят, чтобы все было уже там готово, ну, или как минимум где-то заказать, это там самим вообще не парится. Ну, по крайней мере, в глэнпинге такое ожидание, да, у гостей. Вот, и когда пандемия стукнула, у нас, собственно, закрылся ресторан партнерский, с которым мы работали свой, ну, просто его содержать было нереально. Мы начали договариваться с соседними ресторанами, там, 3-4 ресторана обзвонили, все с удовольствием. Они, причем, далеко от нас находятся, ну, мы продумали вот способ там доставки, организации питания и так далее. Вот это тоже был такой для нас опыт. Сейчас вот где мы глэнпинги запускаем, мы пытаемся как минимум сразу посмотреть, какие кухни есть или какие рестораны, кафе есть рядом. Ну, вот как, знаете, там, электричество, вода, дорога, да, и мы сразу инфраструктуру смотрим, откуда, если что, если это будет не наша кухня, мы будем доставлять. Почему? Потому что ресторан, там, при 10 домиках, или там при 5, ну, даже при 15, очень сложно попариться. То есть ресторан, это вот вся кухня, повара, да, вся история. Она рентабельна, 30 плюс, все остальное будет там в минус глэнпинги очень сильно тянуть. Либо это будет не очень качественная история с питанием. Вот, поэтому мы решили таким образом. Сейчас, понятно, есть такие решения, ну, в России мы сейчас планируем, мы пока нет опыта, но мы ездили к ребятам, к УМИ называется, это, знаете, заморозка. Когда все замораживается, у тебя микроволновая печь, специально ты в ней разогреваешь. Я был очень приятно удивлен, но еда очень вкусная. Ну, то есть там буквально, может быть, пару блюд у нас не разогрелись, каких-то, и то, я думаю, это техническая какая-то неполадка. По вкусовым качествам, ну, вот если глаза закрыть, и не знать, что тебе только что подогревали, сервировать там, не знаю, трапкой сверху, не поймешь вообще, что это вот только что тебе разогрели. Да, теперь про вот такой опыт. Мы сначала, когда запускали Глэнпинг, мы не планировали ставить различные истории, типа фурака, джакузи и так далее. Как тоже Сергей сказал, мы потом вычитали... ...отель статистики на 15%. Я скажу, действительно, мы там пилотно сначала купили такой джакузи надувной, вот китайский, очень дешевый, 40 тысяч рублей, если стоит, и он был у нас очень популярен. То есть, несмотря на то, что это просто надувной джакузи, он подогревается, там с пузырей идут, но этот домик у нас был самым популярным, это вот когда мы пандемию запустили. Соответственно, мы к зиме закупили бочки фурака, такие вот, которые топятся дровами, начали топить, и сейчас эти домики тоже одни из самых популярных. Соответственно, мы сейчас пытаемся масштабировать глэмпинг, как глэмпинг и спа, потому что вот люди приезжают как раз вот за этим отдыхом. Теперь немножко, наверное, проводят сервисы, есть такое понимание, ну, то есть, ожидание гостей, когда человек едет в кемпинг, в глэмпинг или в отель, у каждого человека, и особенно в разных странах, есть ожидание, которое, ну, минимально, то есть он знает, что там он едет в отель, там, три звезды, там будут какие-то там зубные щетки, мыло, да там, трава заправлена, если он приедет, там вдруг ему белье не дали и сказали, вы привезите свое, ну, как бы это была поломанная для него история и нарушение ожиданий. Вот, поэтому тут важно превышать, делать такое, Тинькофф еще в книге у себя писал, и мы тоже, называется превышение ожиданий, то есть не все обещать гостям, но делать на месте больше, чтобы когда человек приезжал, о, классно, там, welcome dream какой-нибудь, да, или там еще какую-то историю, или там открыточка даже подписанная, вот мы сейчас пытаемся внедрить эту историю, когда человек приезжает, ему открытка подписанная, там, здравствуйте, чуть ли не рукой от управляющего. про ожидания тут еще очень, думаю, все с этим сталкивались, Ранель Бознер, когда вы едете, в R&B смотрите отель, там, классные апартаменты, фоточки просто огонь, приезжаете, там, три на три избушка, просто фотограф классный, да, с шириком, там, очень классно все отфотал, вазочки, цветы, а на самом деле вы приезжаете, там, ни вазочек, ни цветов, вообще все поломано, как бы, вот эта вот история, это про ожидания реальность, да, что там, и фотография, вот мы в Инстаграме, в стиле Инстаграма не ведете, мы реально используем реальные фотографии наших гостей, то есть мы просим у них фотографии, они нам дают фотографии, мы их размещаем, потому что гости видят, вот как вот оно есть, там, фотографируют реальность, даже иногда бывает на фотографии попадается, ну, бывает, какой-то мусор для ремонта, там, стройка сейчас идет, она попадается на кадры, но мы это публикуем, чтобы вот это ожидание реальность у гостей идеально схлопывалось, чтобы не было профессионального фотика, да, с цветами на столе, а приезжаешь, там, этих цветов нет, или еще что-то, и такая история с сервисом, на самом деле, тоже недавно ее выхватили, у нас очень много сейчас едет, ну, понятно, там, грузины едут, ну, и очень много иностранцев начало, потихоньку Украина, Эмираты, индусы, еще там, ряд стран уже приезжают, вот, и мы с разными странами работаем, это разный менталитет, разный подход, и, соответственно, разные вот это, ну, работа с негативом, самые злые, к сожалению, русские, и больше всего негативных отзывов почему-то получаем от русских, и особенно, если это гости с букинга, видимо, тут играет история про, типа, я через букинги, если что, вам напишу негативный отзыв, поэтому они очень, бывает такое, наглые, требовательные, там, и так далее, а самые, наверное, мягкие, самые классные гости это с Индией, почему-то вот у нас, ну, Индия, Эмираты, они такие какие-то вот непривередливые, им все нравится всегда, но все равно есть ситуации, да, в отеле, которые, там, так или иначе случаются, не по вашей, что-то сломалось у нас, например, ну, приведу пример, вот у нас иногда, это Грузия, да, мы пытаемся, Глэмпинг у нас пытается электричеством с города, иногда это электричество отключается, вот, мы пока не поставили генераторы, ну, вроде как бы не часто отключается, но иногда это происходит, так вот, у нас есть правило, да, на этот счет, сразу там бесплатное вино, это гостей вытягивает, там, в лаунж, и по ситуации администратор смотрит, если видит, что негатив, там, не сглаживается, и гость начинает, чуть злым становиться, да, 50% хотя бы скидку дает, ну, в крайнем случае, при совсем, если там все плохо, там, можно возврат сделать, то есть, это вот прописано у нас в правилах, и недавно там, новый сотрудник, вот, та же ситуация, отключили свет, гости замерзли, там, и так далее, он мало того, что там, не сделал никакую скидку им, так он еще в конце, там, взял за разбитые бокары с них, соответственно, там, прилетел на негативный отзыв сразу от этого гостя, то есть, это вот как раз он, сотрудник не сделал вот это предупреждение, негатива, то есть, его можно было решить заранее, ну, и, собственно, опыт отелей показывает, что негатив решается сотрудником на месте, то есть, до момента, пока гость злой уедет и начнет там отзывы писать, то есть, можно это все решить, решить, соответственно, любым способом, это могут быть скидки, это могут быть подарки, это могут быть, ну, если уж совсем все плохо, это может быть возвратить, или такие вещи, как, например, у нас заезжали ребята, прямо вот они заехали, зашли в домик, и тут же им звонят, что-то случилось с ребенком, и они такие, ой, извините, извините, и уехали, понятно, что, как бы по классике, вроде, ну, все, сорян, заплатили, типа, и пока, но у нас администратор что сделал, он говорит, давайте так, я вам, ну, понятно, что у вас что-то там случилось, плохое, да, давайте я вам просто сделаю открытую дату, там, в любое время, когда захотите, в следующий раз, но не в выходные уже, там, в Будде, сможете приехать, нас гости потом вернулись, пожили, и написали просто потрясающий отзыв, о том, ну, какой классный, там, сервис, и так далее, вот, и такая история, она касается, и кемпингов, и глэмпингов, и отелей, вот, и она, наверное, не столько про, там, Грузию конкретно, да, про страну, опыт, он, наверное, везде будет одинаковый, единственное, что везде разные люди, кто-то злее, кто-то добрее, плюс, был разговор сейчас, да, чуть ранее говорилось про отношения, ну, что мы поняли, что, вот, я даже писал пост у себя в Инстаграм, что лучше делать дороже, и качественнее, чем дешевле, и у вас не будет денег на то, чтобы делать качественно, да, это и к чему, что мы пробовали тоже, в Грузии вот у нас был, когда ударила пандемия, мы таки испугались этой всей истории, мы испугались этой всей истории, и сделали очень большие скидки, очень большие скидки, к нам поехали, знаете, такая аудитория, там, пить, гулять, веселиться, и так далее, при этом, да, мы начали загружаться больше, там, под 60%, аудитория была ужасная, нагрузка на персонал была большая, на гордичных большая, мы приняли решение, что мы будем там дороже делать, но при этом, да, загрузка упала там. Это были более дорогие люди, там, Лексусы, джипы, да, и отношение людей другое, они приезжали действительно отдыхать, они пить, гулять, там, развлекаться, и мы, у нас хватало выручки, да, для того, чтобы делать больше каких-то вещей, подарков, бесплатное вино, например, на езде, и так далее, и так далее, то есть у нас вот эта сумма, которую мы увеличили, она позволяла нам развязать руки, делать какие-то сверхбонусы, которые, к сожалению, никак нельзя сделать, если ты будешь пытаться уменьшить стоимость. Вот, как-то так, в двух словах, наверное, я скажу, что сейчас у нас идет, ну, у нас опыт не только сейчас в Грузии, в Грузии просто работает объект, да, сейчас мы заходим в Израиль, там есть у нас озеро Кенарет, там участок, к сожалению, в Израиле сейчас не очень, не очень ситуация в целом, я думаю, кто следит, поэтому там приостановилась история. У нас в Испании проектировка тоже идет с ребятами, сейчас идет стройка в России, как раз вот опыт-то и показывает, что стройка в России очень сложна, мы сейчас пытаемся сельхозную рекреацию перевести, ну, дорога, подъездные пути, ну, в общем, очень много проблем, которых, например, в Грузии нету, либо решается опять вот момент, или решается таким образом, что у нас почему-то проверяющие пытаются сразу тебя там оштрафовать, или намекнуть на какую-нибудь там историю, что только с ними надо работать, а в Грузии у нас был случай, когда мы пробурили скважину 104 метра, это декларировать ее нужно, мы не знали, не задекларировали, к нам приехали проверяющие, очень добро с нами общались, помогли нам поставить правильно эти счетчики, вместо того, чтобы дать наказательность, то есть нам они помогли это сделать, потому что они говорят, нам важно, чтобы вы работали и платили налоги, когда вы работаете, а не сейчас у вас там штрафовывают, вот, и они, по сути, нам помогли доделать то, что у нас было. Вот, соответственно, у нас сейчас поступают запросы, там, с других стран, как ни странно было, мы сначала не понимали, почему, мы сейчас там трансформируемся на такой экспорт франшизы из России, оказывается, из России проще и дешевле доставить даже в Европу, например, эти домики, ну, как конструктор, чем производить там, там это очень дорого делается, то есть даже просто купить там аналогичный домик, это там пустой, без мебели сейчас 15 тысяч долларов, евро, вот, у нас, как я показывал слайд, у этого выходит в среднем домик, полностью укомплектованный, со всей мебелью, там вообще совсем, где-то там 12 тысяч долларов, вот, у нас многие просят просто, давайте вы в России там все это скомпонуйте в контейнер, и типа нам там сюда привезете, вот, вроде все, что хотел, могу на какие-то вопросы ответить, которые возникнут, может быть, что-то не раскрыли. Да, Виталий, спасибо большое, очень интересно, познавательно, главное, полезно, потому что такой объем практикоориентированной информации, в том числе и про то, как сервис, как с клиентами общаться, это очень сейчас важно, потому что, ну, идет такой рост, потому что каждый человек имеет свои индивидуальные потребности, и именно к нему нужен такой подход найти, это очень в этом плане познавательно, поэтому я надеюсь, что мы и дальше будем с вами сотрудничать, и вы с радостью согласитесь занимать участие в других наших образовательных проектах, программах, мы будем счастливы. Я тут видела, поступал вопрос один в чат, коллеги спрашивали, не могли бы вы подробнее рассказать немного о вашем взаимодействии с уже существующими ресторанами, точками питания, как вы интегрируетесь, как вы взаимодействуете, и если все-таки вблизи нет ресторанов, то как вы организовываете весь этот процесс? Ну, смотрите, с ресторанами текущими мы просто договариваемся о каких-то готовых блюдах, меню и агентских, ну, которые нам платятся. Опять же, если мы понимаем, что мы хотим зарабатывать, иногда, например, мы, ну, вот в Грузии, когда пандемия была, наша задача была не зарабатывать на питание, а просто организовать это питание, чтобы у гостей оно было, поэтому мы там один в один, да, там, продавали по ценам ресторана. И когда у нас ресторан-партнер, ну, не пандемийная история, мы там договариваемся о комиссии, то есть они нам продают дешевле, мы их же ценник, да, и получаем некое вознаграждение. Ну, это прямо стандартная агентская схема, что мы там в течение недели заказываем, раз в неделю, раз в месяц, чек сделали, да, там, заплатили, например. вот такая. Что касается, если кухни нету, вот у нас сейчас в России есть объект в Крыму, там нет рядом кухонь, с которыми можно вот так хорошо запартнериться, там мы используем, я уже говорил, вот это блюдо куми, ну, это холодная или акустическая заморозка называется, плюс прорабатываем, например, ну, выпечка, она тоже может быть заморожена, там ее в печку поставил и через там два-три несколько минут у тебя прям пахнет этими булочками, да, там красота, все это запахи, плюс, опять же, вот опыт с Грузией, да, и я думаю, в России тоже работает хорошо, это вот, знаете, когда вам бесплатно дают холодильник и, например, вино, например, у нас там сами привезли холодильник компании, которая занимается поставками, и они сами набивают там этот холодильник вином, там определенный, кофе тоже самое, лаваза, то есть они бесплатно предоставляют там автомат вот этот кофейный, набор кофе, понятно, у них есть некие там нормы, да, что мы должны там выпить столько-то кофе там в месяц, вот, но мы примерно там с ними договорились, что вот давайте вот такой-то там баланс сделаем, все, у нас автомат стоит бесплатно как бы за то, что мы вот там у них постоянно покупаем это кофе, тоже такие вещи, и они в России очень хорошо тоже работают, то есть я знаю, что многие так пользуются, там лавазу какую-нибудь там, ну, пиво, вино, там вот эти вот холодильнички, мороженое, да, какое-то тоже, тут вопрос в объеме, ну, то есть понятно, что на пять домиков там нет смысла такую штуку сделать, у нас друзья, кстати, в Грузии, у них кемпинг на море, прям, ну, я в Батуми, вот там, мы к ним приезжали, у них точно так же, у них прям стоят, стоит типа такая палатка-лауш, на которой вот этот набор холодильников с вином, с пивом, там, ну, еще с чем-то, они все это так же, им просто привозят все, они говорят, мы даже с доставкой не заморачиваемся, а в неделю приезжает их там, кто там, мерчендайзер, да, кто-то проверяет все, бутылочки обновляет, там, там, там. Тут, конечно, вопрос удаленности, то есть, наверное, не поедут, если вы будете сильно далеко в горах, но тут только заморозка. Спасибо. А такой вопрос еще, вы говорите о том, что очень много заявок с других стран на производство, на все эти, которые вы делаете в Jewelberry, а это все-таки на каких условиях? Это франшизы или они у вас просто покупают? Нет, смотрите, мы не производители, у нас очень многие думают, что мы производители, мы не производители, мы работаем с партнерами, мы разработчики, то есть у нас, как инженеры, да, мы там разработали свои решения, мы аутсорсим их производство по нашему техническому заданию. Мы задумались сейчас о своем производстве, на самом деле, и ведем работу, потому что, ну, сами понимаете, там объемы наращиваются, ты понимаешь, что ты зависишь от чужого производства, иногда и сроки затягиваются, но пока мы не являемся производителями, не продаем штучные наши домики, это типа франшизы, у нас две модели есть, одна, это когда мы там 30% в объекте забираем и помогаем все запустить, управлять, но это когда, вот она модель как раз как франшиза, мы 30% с прибыли потом забираем, даем инструкции, помогаем, если нужно, приезжаем, проект вместе помогаем сделать, но управляющий локально, там партнер, ну, или инвестор, на месте должен находиться, мы ему даем какие-то инструкции, вместе с ним решаем какие-то проблемы, тогда мы берем 30%. Если же это чисто инвестор, вот у нас Грузия такая, то мы забираем 50%, но мы тогда все сами делаем, сами находим управляющих, вообще все, то есть инвестор просто дает деньги и получает свои дивиденды по-моему. Понятно. Спасибо, спасибо, Виталий. Ольга Майкопова, может быть, у вас тоже есть какие-то комментарии, дополнения, вопросы? Могу много сказать, рада, что Виталий много делает и для сообщества, и хочу здесь дополнить то, что я на этом нашем с вами дискуссионной сессии, и являюсь представителем Ассоциации Глэмпингов России. Хочу сказать, что у нас есть чат, где Виталий в том числе очень активно комментирует, дает ответы на вопросы. Если вдруг вас еще нет в чате Ассоциации Глэмпингов, но вы хотите построить Глэмпинг или даже Кэмпинг, то можете написать и присоединиться. Там очень активное сообщество. Сейчас у нас 993 человека и очень хочется верить в то, что российская наша индустрия Глэмпингов и Кэмпингов всеобщими усилиями будет только улучшаться. Да, я подтверждаю. Действительно, очень полезный сайт. Там очень много практик, ориентированной информации. Обмен опытом живой очень идет. И Виталий очень активно участвует. Я, видите, с индустрии айтишников там как-то принято всегда общаться, обмениваться. Там всегда так было, стартап-сообщество. Когда я попал первый раз в отельную историю, я там еще в отельных чатах состою, я сначала погрузился в какую-то нежелание общаться и делиться информацией. И вот глэмпинг был как раз про наоборот. На удивление люди там как бы делятся и кейсами и вплоть даже проектами. Нам проект скидывали, мы кому-то проект отправляли. Это очень классно на самом деле. Да, да, все очень открытые, дружелюбные. И, кстати говоря, тут к нам в чат тоже вопрос поступил. Спрашивают, не подскажете, а где у вас в Крыму объект? Богатые ущелья. Это Бахчисарайский район. Как раз там дороги сейчас с Бахчисарая на Ялту идет, вот этот кусок такой вот. И у нас там кусочек такой. Крым такой. Не совсем мы делаем, мы больше его помогаем. Юридические партнеры у нас другие, связаны, к сожалению, с санкциями. Понятно. Я тут вижу, просят ссылку на то, чтобы войти в ассоциации. В чат вы сможете, Ольга, скинуть ссылочку? Пока еще у нас идет эфир, потому что я... А, все, Ольга уже скинула. Поэтому добавляйтесь, добавляйтесь также и в наши чаты проектного офиса ОСИ по инициативам развития к туризму. У нас есть страничка в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграм, ОСИ, нижнее подчеркивание, туризм. И чат также в Телеграме, ОСИ туризм. Я думаю, многие из вас уже там есть, но вдруг, чтобы не пропустить такие же интересные вебинары, таких же интересных спикеров, то приглашаем вступать в наше сообщество. И совсем скоро мы уже расскажем о наших новых проектах, которые мы запускаем. И наша традиция каждый четверг проводить вебинары содержательные по развитию экотуризма, по кемпингу. Мы, конечно же, оставим. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. На этом наш вебинар подошел к концу. Спасибо большое, что были с нами эти два часа, почти два часа. И я думаю, мы узнали много полезного, интересного и продолжаем работать. Всем пока. Спасибо.